Ну и ваши эти все листочки, они это же документы, исторические истории. Они же и стлеют по краям. Обычно, когда восстанавливают, так обрезают. А если вы так написали, что полей не оставили, ну это вообще тогда уже не знаю, что пропал документ. Это раз. Во-вторых, что делает экзаменатор с этими листочками? Он начинает здесь дописывать, приписывать, птички вставить. А если ему негде, куда ничего не вставить, он на вас начинает нападать. Это ясно. Знаете, как получалось, что съедали дрессировщиков раньше эти тигры? И вот так их пытались научить. Но тигры это звери. Они любят конечно своего дрессировщика, тем более это мясо. Ну и в один прекрасный момент со скуки так прыг и съели. И как вы думаете, как решили проблему? Очень просто. Уменьшили размер подставки три раза. Вот вы видите этот бедный тигр, вот ему дали такую вот штучку. Ему не до дрессировщика, а еще дрессировщик его там этой палочкой, он там пытается усидеть. Поэтому и тут то же самое. Поля надо сделать для экзаменатора. Пусть у нас там пишут на полях и там выражают свое, а не на вас налетать. Зачем на вас налетать? Вот дать ему возможность самореализоваться на полях. Дальше. Не надо подряд вот так вплотную писать. Вот еще и удали поправить вам, как бы вписать слово. Ну и спокойно стал экзаменатор. А он видит некуда вставить, он опять на вас начинает. Ну это вот приводит к плохим оценкам. Причем это не сознательно к плохим, а вот это такого неправильного приготовления документа. Документ надо приготовить такой, который успокаивает экзаменатора. Они его не возбудают. В связи с этим я хочу не вспомнить такой эпизод у меня был, который показывает насколько историки выше философов. Это было такое время, когда еще не придумали такую глупость, чтобы обязательно все с 1 января все отдыхали, отдыхали. Экзамены не сданы, неизвестно сколько получат, домой никого не отпускают. И 10 дней, значит, ни то ни сё. А если выучишь в первые дни, уже забудешь. Ни отдых, ни занятия. И вот наши, значит, товарищи-философы, раньше были вот решетки, сейчас уже решетки сняты, которые отделяли философию от истории. Помните, значит, такое было время? А то придут ведь, историки узнают что-нибудь философское. Или философы пройдут к историкам и что-нибудь узнают из истории России. Ну, сейчас вот даже третий этаж, где была военная кафедра, где мы получали, я получал младшего лейтенанта, тут как раз и так иду сейчас, прямо вот тут по третьему и по второму можно проехать. Красота стала. Так вот, наши философы уже забаррикадировались, чтобы, так сказать, не заниматься, не отдыхать. А историки спокойненько экзамен назначили на третье число по философии. Ну, вот мы сидим, мороз, никто нам не мешает, свободно все, настроение хорошее. Тем более сдадут и будут отдыхать, и все. И там до нового семестра. И вот один мальчик сидел так, все время на лекциях, вот как вы, все время внимательно-внимательно слушал. Я его запомнил, думаю, сейчас он пять получит. Вот я спрашиваю, что такое? Ну, все, он написал хорошо. Ну, я к тому, что написал, могу не спросить? Я же все-таки экзаменатар. Ну, так. А вдруг это не он написал? Ну, он или не понимает, что написал. Знаете, как вот механически записывают? Это часто бывает. Я сам по себе знаю. Пишешь, пишешь, а потом еще написал такое. И вот этот товарищ говорит мне, свобода – это осознанная необходимость. Вы так тоже понимаете? Ну, вот такая фраза есть у Энгельса, и похожая фраза есть у Гегеля. Ну, я так ему начинаю объяснять. Вот, представляете, вы украли 100 тысяч рублей. Вам дали семь лет. Ну, первые два года отсидели. И за это время, а это такое место хорошее, что там можно подумать. А некогда же нам думать. Надо же читать, бежать, сдавать. А тут как раз сидят и думают. И вот он думал, думал, и понял он, что правильно, нехорошо ворвать. Раз. Что правильно его посадили. Два. И он эту необходимость осознал. И что, я говорю, вот теперь он пять лет, еще ему сидите на свободной, что ли? Вы же говорите, что свобода – это осознание. Осознал человек. Ну, выпустите его. А зачем, говорит? Он и так свободный раз осознал. Ну, по определению. Не надо выпускать. И тут как раз открывается дверь. Девушка такая высокая, румяная, с мороза входит прямо в шубе. А я так ездил. Вот он тут сидит. Хороший парень, так сказать. Я вам потом другие вопросы, я вам все равно отличные поставил. Ну, как? Нельзя терять такой народ. Заходит. Я говорю, а вы знаете, что такое свобода? Он говорит, конечно. Ну, что такое свобода? Говорит, свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием, дело. Я говорю, давайте зачетку сюда. Не надо раздеваться. Поставил ей пять. Она пошла. Посмотрела так на этого с грустью и ушла. Ну, я в ведомость все равно поставил. Тоже. А иначе, если я в ведомость… Вот зачем надо следить за экзаменатом? Потому что они, когда принимают 30 или 50 человек, примут, они могут ведь не записать в ведомость. А если в ведомость не записали, это вы просто побеседовали со мной. Это полезно для меня. Вот. Но это никакие последствия, так сказать, связанные с деканатом не выливается. Поэтому я заранее прошу контролировать. Вот главное контролировать. Остальное я сам как-нибудь решу. Но чтобы в ведомость была записана, какая сценка у вас. Это очень важно. Вот за этим. Ну, и всегда можно потом поставить зачет, если не записано. Ну, все. И еще одна проблема, которая может возникнуть, неразрешимая, говорят. Ну, вот. Были такие мрачные времена. Вот когда я учился, были мрачные времена тоталитаризма. То есть каждый мог пойти в деканат и сказать, дайте мне направление. Я вот к экзаменатору, допустим, вы берете направление к Попову. Сегодня лекция. Вы завтра приходите ко мне и сдаете мне экзамен по философии. Ну, это не сказка. Ну, я вот так сделал. Я так сдал все экзамены до, до первый курс до 1 июня. И поехал в пионер-важатом, в пионер-лагерь. Все тут сдавали экзамены, а я купался с ребятами. Хорошо. Сейчас это ЧП. Как это вы хотите? У меня меня, что ли, сдать раньше? Вы сначала постареете, а потом будете чего-то на что-то претендовать. Ну, как вы знаете, есть правила, законы, а есть всякие формы с учетом этих законов. Вот с учетом этих законов, кому вот так надо будет раньше сдать. Я лично, поскольку я этим постоянно пользовался, и это было всегда законно. И ничего плохого в этом нет. Ну, если вы раньше вот выучите и лучше, что плохого? Я не понимаю вообще. Вот. Вы приходите ко мне, и мы с вами беседуем, я ставлю вам отлично. Куда? На бумагу. Пишу бумагу на ней, Иванову. Отлично. И кому отдаю? Иванову. Вот если Иванов свое доверенное лицо с этой бумагой, и со своей зачеткой пришлет в день экзамена, а вы будете в Гагре, то я туда и поставлю куда? Главное куда? Ведомость. Зачетка это можно раньше и позже. Зачетка я тоже поставлю, но главное ведомость я поставлю. А ведомость не дают нам ничего, кроме вот только ведомость. И только в тот момент, когда у вас экзамен. Иначе тут вот разрушится основа нашего, видимо, бытия, мироздания. То есть мы будем как-то творчески решать. Ну и я к вам тоже хочу обратиться. Вы уж, пожалуйста, сделайте поля и между строчками, чтобы пробелы. Сверху надпись, снизу подпись. А наимки не рассматриваются. Лего я заключил так. Это по поводу экзамена. Почему по поводу экзамена? Потому что наш курс заканчивается приземлемом. Но это не заканчивается философией экзаменами. Правильно? И ваше изучение философии не заканчивается. Но курс заканчивается. Это результат. А сейчас у нас что? Нет, сейчас у нас не развитый результат, то есть начало. начало это не разный а результат что такое это все в это уже знают приходите завтра вот я вот сразу заметил там люди сидят это ему то они просто смотрят концерт уже у них все уже изучено я знаю они пользуются ходят по сетям там бродят смотрят лекции и так далее то есть понятно с экзаменом значит ну к экзамену естественно уже приготовить знание сознание мы начнем но сначала надо познакомиться как знакомиться сначала я представлюсь меня зовут попов михаил васильевич доктор философских наук попов михаил васильевич доктор философских наук профессор кафедры социальной философии и философии истории и философии истории как бы если вы начнете от меня отмежелываться от меня нельзя отмежелываться история есть название который находится у нас на первом этаже нашего здания 15 комната там где был где была поликлиника университетская там и сейчас еще пахнет йодом теперь уже никто не болеет поэтому зачем там кафедры туда поместили а если вы заболели идите на восьмую линию отсюда так ну еще у меня есть ученое звание вдруг у вас потребуется какие-то экономические проблемы будете со мной спорить а я профессор по кафедре экономики и права вот особенно права будете не так спорить и законы будете нарушать будет иметь дело с правом причем докторскую степень я получил в советское время может и снимать будут потому что скажут вот все советские дипломы ничего не значит ну а потом у меня был долгий путь получения ученого звания профессора поэтому я получил ученого звания профессора в 1995 году в разгар современного буржуазного режима так что я буржуазный профессор профессор по кафедре экономики и права это у меня никто не решит и поэтому некоторые коллеги которые со мной вместе так занимались на него раньше получали докторские они они как бы советские ученые а я буржуазный со мной и право еще право это сильная вещь право что такое кто скажет не знаете не по теме зачем вам это знать как тяжело вам жить ужас я бы ни за что не запомнил такое а вы запомнили здорово тем более как здорово но я не придумал я могу просто вот процитировать право это возведенное в закон воля господствующего класса это мало ну к примеру надо узнать кто победит на выборах вопрос есть обратите внимание вы сейчас мы будем следить за логикой как вот правильно сказать президентские выборы ли выборы президента и вот когда идете сюда вас троллейбуса там с площади там написано выбора президента 18 марта кого выборы а кто президент у нас правильно идут выборы нашего президента вот если было написано президентские выборы чертю знает кого выберут непонятно а это вроде не скажешь что это вот агитация правда выбор президента это как бы синоним но все синоним чем отличается чем-нибудь да отличается вот выбор президента по моему тут все понятно вот меня спрашивали я сказать вот михаил васильевич какие будут результаты выборов так спрашивают как будто это неизвестно какие-то чудаки а я им всех деталях могу рассказать я рассказываю ты буквально на днях сейчас компания подходит все спрашивать раньше пристают приставали так а тут пристают и спрашивают право выбора ну какой у нас класс власти буржуазии значит кто победит ну теперь надо в лицах рассмотреть ну давайте упрочим значит у нас общественное бытие определяет общественное не сознание не определять не надо у меня сознание обовсе не буржуазное у меня общественное бытие буржуазное вы чего меня так представляете как-то ладно одноплоскостно общественно быть и и определяет общественное То есть в большинстве голов в нашем обществе какая идеология? Буржуазная. Если в большинстве голов в буржуазной идеологии, будут люди голосовать в соответствии со своей идеологией или в соответствии с идеологией меньшинства нашего общества? В соответствии с той идеологией, какая есть у него в головах. А в головах у большинства рабочих, крестьян, буржуа, предпринимателей, мелких буржуа. Ну, у большинства. Буржуазная идеология. Какие партии победят? Буржуазные. Какие у нас буржуазные партии? Считаем. Единая Россия. Вы электорат ее знаете примерно? Больше половины в обществе или меньше половины? Больше. Больше. Ну, очень знаем. Год назад же были только думские выборы. Больше 50? Да. Кто голосовал за Единую Россию, за КПРФ будет голосовать? Нет. А что он, за Жириновского будет голосовать? Нет. На Жириновский там другие люди. Туда же идут, но другие. Так. И еще кто? Справедливая Россия. Так. Больше половины. А еще справедливую прибавить? Она в буржуазную партию? Это как бы две головы одной партии или две партии? Ну, формально две. Мы же не формалисты с вами, не бюрократы. А по сути, это авангард класса. Ну, что, авангард не может быть двуглавым, что ли? У нас что, не знаете, что у нас двуглавый орел, герой? По-разному можно трактовать. Можно трактовать Путин, Медведев. Можно трактовать справедливые, единые. Ну, двуглавый же орел. Не одноглавый же. Ну, еще есть ЛДПР. Это третья голова. ЛДПР. Видели, как он мастерски ведет выборную кампанию? Весь год. Ему не надо говорить, голосуйте за ЛДПР. Тогда будут преследовать. Скажут, вы ведете незаконную агитацию в выбранное время. Да? А зачем? Он грамотный человек. Он никогда не ведет. Просто во всех электричках написано ЛДПР. А не сказано против или за? Ничего не сказано. И вот вы сидите, вот. И вы не видели, как он Немцову показывали по телевизору? Взял и ругался с Немцовым. И потом взял и с стаканом. Раз! И что с ним сделали? Жириновский. Че? Ничего. Ну, давайте сейчас проведем. Несите стакан с водой. Вот, давай. Я ему раз сейчас в лицо. Какая моя ответственность? Только это. Я вам скажу, я профессор по капитале экономики и права. Какая у меня ответственность? Объясняю. Он, конечно, вот тут, вот девушка с первой партии, она возмущена вот этим фактом. Она сейчас напишет ректору. Что вот такой-сякой. Вроде все начиналось хорошо. Пришли. А вот вдруг в ходе и так далее. Он там плеснул. От меня потребует что? Объяснительное. Пишу объяснительное. Читаю я лекцию. И прямо передо мной сидит молодой человек. Все бледнее, бледнее, бледнее. Сейчас думаю, упадет. И раз ему в лицо водой. А какая-то тут сидела молодая девушка. Что-то писала грязную бумагу. А разбирать будет комиссия. В комиссии будут студенты? Ну, ребята, вы чего думаете? Студенты – это временные люди. Они пришли уже. Будут мои товарищи. Что они скажут? Михаил Васильевич. Что вы распустили студентов? Надо проявлять гнилой либерализм. У меня делают за что? Замечание или выговор? За что? За мягкотелость. Ну, это же понятно. Дальше начинаем. Так что, кто сколько проголосует? За Владимира Владимировича мы уже определили. Порядка 70%. Ну, там разница. 100 тысяч туда, 100 тысяч туда. Мы же не считаем с вами. Сейчас тут счет идет на десятки миллионов. На десятки. Так. Но никто из этих людей, вы кого вы перечислили, за КПРФ голосовать не будет. Грудинин там, не Грудинин. Груднички, не Груднички. Не будет. А кто за Грудинин? А что, если вот его снимут, что будут голосовать за Путина? Уже все устойчиво. Это раньше было. В ельцинские времена. Идеологизация, и департизация. Сейчас 74 партии. 74 партии. Уже все это закончилось. Все распределено, расчерчено. Все это поле выборное. Поэтому вот Грудинин. Четыре счета не закрыто. Он все никак не закроет. Его снять можно в любую минуту. Потому что он нарушил грубо положение порядок. Представление документов. До регистрации надо было. А у него сейчас не закрыто. Откройте Реофан. Российское информационное агентство. Федеральное агентство новостей. Там пишется. Вот счета Грудинина. Вот раз. По которым документы представлены в ЦИК. А по которым до сих пор не представлены документы в ЦИК. И что должна делать ЦИК как орган? Он орган какого класса ЦИК? Всего народа? Что-то с вами даже трудно говорить. Только о народе хочу сказать. Уже машут головой так. Ну так как вы думаете? Сейчас если закрыть Грудинина. Это можно сделать с минуты на минуту. И что вот эти люди, которые пришли бы и участвовали бы в голосовании. Процентов 20. Они же не будут участвовать в голосовании. А потом какие-нибудь Навальные скажут, что нелегидимно. Мало народу пришло на голосование. Такого нельзя допустить. Говорят, товарищ Грудинин. Вы уж пожалуйста закройте. Дайте нам бумажечку, что у вас счета. А что, товарищ Вампилов просит его. И нам хорошо. Да, и нам хорошо, и вам хорошо. Нас это не волнует, сколько вы получите. Вы только придите. Видите. На выборы. Ну а Ксюша Собчаку, которая 400 миллионов выяснила за 6 лет Полусину. Это чтобы вы не говорили, что у вас маленькая степень. Что значит маленькая? Если бы она была еще меньше, так у него было бы 500 миллионов. Вам-то чего эти деньги? Они все равно ничего не дают. А вот 1500 умножьте на 1000, сколько будет? Не слышу. Сколько будет? Полтора миллиона это уже, да? А если миллион студентов? Не на 1000 умножить, а еще на 1000. Это уже не полтора, а уже 15 миллионов. Ну вам это все равно ничего не... Ну что это? Деньги. Не деньги. Разовые. Говорят, даже может человек без еды 30 дней прожить. Значит, понятно. Это не играет большой роли. Если человек не создал своей партии, годами, которая собирает себе электорат, годами, то никаких чудес не бывает. Кто-то проголосует там, ну 100 тысяч, 200 тысяч, миллион. Но это никакой роли не играет. Ну а кто? Это значит, сколько уже? Три места мы уже определили? Второе место будет КПРФ. Третье, если Грудинин представит все-таки свои сведения о закрытии счетов. Уже в этом Риофан пишет, олигарх Грудинин до сих пор не представил. Олигарх, который выдвинут коммунистической партией. Цирк. Хорошо. Я все время говорил, что КПРФ это не буржуазная партия. Мне оторвали язык сейчас. Кто оторвал? Грудинин и КПРФ. Но если она выдвигает миллионеров, так какая это партия? Ну, я уже никак, вот, я не могу сказать, что она мелко буржуазная. Как же мелко скажет? Ничего. А вы что, мыслите миллиардами, Михаил Васильевич мне скажет? Вы чего вообще? Так что вот, вот вам четыре партии, все буржуазные, они между собой соревнуются. Кто победит? Не побеждает же класс, а не партии. А партия организовывает. Четыре головы, там три, это не так важно. В Америке две головы. Надоело вам за демократов голосовать? Голосуйте за республиканцев. То демократы накладывали санкции. Надоело вам санкции демократов? Да, республиканцы накладывают санкции на Россию. Видите, разница? Какая разница большая. То есть класс остается? Ну, естественно. Ну, а как? Класс-то никуда не девается. Ну, надоедай же одной и ту же партию все время. Ну, проходит время, начинают за других голосовать. Поэтому, так, надо дать возможность людям меняться. Как вот некоторые пишут? Мы хотим перемен. Не важно, какие. Ты завтра останешься без дома, без денег. Но это же перемены. Ну, хоть бы сказал, каких перемен. Лишь бы перемены были. Ну, кто там у нас еще остался? Вот товарищ Яблоко. Явлинский. Явлинский. Который свое яблоко назвал в честь эмблемы Нью-Йорка. А вот не видели компьютеры с недогрызенным яблоком? И по первым буквам основатели. А кто основатели? Болдырев, Лукин, Явлинский. И чего этот Болдырев сейчас? Он прямо организатор какой-то такой большой группы, которая называется «Постоянно действующее совещание народно-патриотических сил России». Ну, народа там вообще никакого не видно. Но название такое угрожающее. ПДС, НПСР. Что-то такое очень сложное. И верховодит этим Болдырев, который основатель партии Яблоко. А и партия Яблоко действовала всегда и действует в интересах иностранных империалистических государств. Ну, там программа очень простая, так сказать. Отдайте Крым, отдайте. Не защищайте вы Донбассу и не помогайте вы Луганску. Откройте все шлюзы, чтобы сюда шел иностранный капитал. Прекратите свои строить предприятия и сдайтесь на милость победителей. Ну, соберет сейчас мало. Последнее место получит. Ну, дальше пошли вот эти одиночки. Начиная с Собчак. Собчак там, Сурайкин там и прочие тем, которые там мало значащие. Поэтому я даже вот записал, и никто не вывешивает. Говорит, что-то рано, говорит. Еще до выборов, до окончания. А вы уже так вот напишете, уже неинтересно. Не пойдут ли. Давайте мы попозже повесим. Может, спорить кто-то будет со мной на деньги? На итоги выборов. Я точно выиграю. Это не имеет значения. От этого мало что меняется. Можете прийти, и тогда вы участник. Вы уже не навальнинский земляр. Раз вы участник. Потом вы берете бланк этот и пишете. За советскую власть. И опускаете. Вы участвовали в выборах? Нет, ну, значит, поучаствовали. Значит, поучаствовали. В ваш пойдет этот бюллетень, там они прочитают. Ну, кто-то прочитает. Вы же писатели, а они читатели. Вы читатели, прочитают. Сток это было за Грудиняна, Сток это за Явлинского, один за советскую власть. Ну, написали. Он как бы идет как недействительный, да? Надо было птичку ставить, а вы вместо птички целый труд написали. А? А вы там, где прямо вот все эти птички, через это все так скучно. Все, не знаете, как писать надо? Да вы правильно подумали. А дальше волнистой чертой все. Ну, вы же знаете, на выборах когда-нибудь трудящиеся пришли к власти? Когда-нибудь в какой-нибудь стороне? А могут пришли? Ну, и все. Чего вас полнуется? Ну, люди решают. Вот сидят какие-то люди, решают, кто из них будет вами руководить. А вы тут при чем? Нет, им нужно, чтобы вы пришли, чтобы как бы я вот у вас деньги забирал, а по вашему поручению. Это же хорошо. Деньги забирают у нас сейчас? Да, вот за три года реальные доходы сократились на 10%. Реальные. Не бумажки, бумажки там где-то и повышают чего-то. Мне тоже повысили зарплату. Она не секретная. Я недавно, вот меня вызвали прямо в отдел кадров, говорит, Николаевич, пишите, что вы ознакомлены о получении зарплаты. Трудовое соглашение. Я в соглашении заключил с университетом. С университетом, с другой стороны я. Они говорят, будем вам платить на 4% больше. Я знаю, что инфляция у нас 4%, поэтому я так это отнесся к этому с пониманием. Глаз говорит, у вас было, говорит, 52 тысячи, 54 тысячи. Я как не считал, не получается 4%. Я расписался, что получил. Так что этот вопрос-то не решается на выборах. Вообще ни один серьезный вопрос на выборах не решается. Иногда решаются очень серьезные вопросы под видом. выборов. Могу привести два примера. Имея в виду, что вот наш курс с вами, а у нас сегодня первая лекция, мы как бы знакомимся. Ну я сразу, я с вами окончательно познакомлюсь на экзамене. И результат будет знакомства. Записан у вас. И в зачетке, и в ведомости, и подпись моя стоять. Некоторые на меня надолго запомнят. Какие у нас были такие похожие на выборы операции, которые были большим обманом. Самые большие, какие были, вот выборные кампании, это, например, референдум по СССР. А какой был референдум? За уничтожение СССР или за сохранение СССР? А? А вы читали? Вопрос. Вопрос читали? Не надо что-то. У вас сейчас техника есть. Откройте кто-нибудь вопрос на референдуме. 17 марта 91-го года. Как темные крестьяне. Чего-то, кто-то. Ну вот так вот народ и ловится. Они так... Ну это же юриспруденция. Люди сидели грамотно и писали. А кто писал? Как вы думаете, кто ставил вопросы на этот референдум? Главный был Ельцинов, а его... А еще более главный, неформально, Яковлев. Ну какой они могли вопрос придумать? Ну подумайте сами. Неужели из физиономии политической Горбачева не ясно, какой они могли придумать вопрос? Да. Считайте. Считайте любые необходимые сохранения ССССР. Тихо. Дальше. Как обновленные федерации, равноправные, суверенные... Да, точно. Тихо, все, хватит. Суверенные республики это что? Независимые. А? Независимые. Абсолютно независимые. Так у нас в чем разница между суверенными и независимыми? Ни в чем. У нас есть такой союз? Есть. Здравствуйте. СНГ есть у нас? Есть. Ассамблей стран СНГ видели где? Таблический дворец. Что она делает? Ничего. Ничего не делает. Народ провел. А вы читали старые? Союз невершимых республик каких? Слово. Зависимый. Платила на веке великой штук? Русь. А Русь? Когда объявила, что она не будет выполнять союзные законы. Сказать? Ну вы историки? Я уже, конечно, извиняюсь. Я почему извиняюсь? Но я тоже немножко историк, поэтому не сильно извиняюсь. Поскольку я в ВПК работал, а то у нас она к нам нагрузки не хватала. И раз нас на переучение. Выдача дипломов по переподготовке. Я историк, еще и политолог. Вот думаю, хорошо. И за ними запросили. Сейчас уже жизнь не знаешь, куда себя закинет. У меня так вроде три специальности. Я доктор, кандидат экономических наук. Доцент по капиталу проведения и планирования социально-экономических процессов. Доктор философских наук, профессор по капиталу экономики и права, еще и историк и политолог. Ну что ты знаешь, как ты знаешь, как ты знаешь. В 90-м году состоялась знаменательная дата, которую вы все знаете. День свободной России не отмечали случайно? Отдыхали, наверное? А что вы отдыхали? А как? А что празднует? Что празднует? 12 июня. А? От кого? Россия независимая. От кого? От остальных республик. О! Что значит было? Сплотила навеки Великая Русь. Союз нерешимый, Республика Свободы. Сплотила навеки. Великая Русь собирается на съезд в Народную Русь. Независимые. Более того, там было написано, что самое главное решение было. На территории России законы Союза Советских, Советских Республик не есть уйдут. Это что значит? Это значит, можно арестовать всех, кто у нас веже, все телеразбородие. Правильно? Ваши независимые наши вещи. Вы Союзные? Вы же меня знаете? На ваших детей есть у тебя. А, ты можешь? Союзная? Союзная? Да. Ты можешь? Нет. Нет? Не зайти. Меня тут поздравляют, товарищи. Не задайся обманули. Будет, я поздравляю. Мы поздравляем, мы позвольствуем. С чем? Ну, что вы умираете? А, ну, давай, как раз. Ну, Кыргызстан и Кыргызстан? Ну, а кого мы поздравляем? Кыргызстан. Вот, и все. Кыргызстан. Мало того, это кто принял? Я говорю, вот, Украина такая-такая. Она действительно сейчас буржарная. Мы говорим, что ты, что там делаешь? А это что, где дверь себе заставляет? Волна, а мы в Рыбке. Но в Украине. Нет, Россия, это объявлено на территорию. Не есть. А мы, что, Россия? Мы же братский народ. Если братский народ, значит, а в вашу сельскохозяйственную помогли. Через месяц мы делаем. Это вы все, поверьте, что я говорю. А может, это доверяют только суры. Вообще, в этих вопросах нахуй нельзя. В июле собирается, если соответствующий город, Белоруссия принимает, а в России принимает решение, потому что на территории Украины не действует союзная законность. А Белоруссия? Это же братцы. Наши братцы, а в России не действуют, что на территории. Что, мы более тех братьев? Когда был уничтожен в Советском Союзе? В июне, 19 июня 1990 года. Нет, ну там осталось, конечно, Казахстан, Казахстан. Ну, они так, как говорили, улицы-то и оказались. Что они на Союзе делали? Союзе нигде не есть, это только у них на территории. Ну, это какая-то ерунда. Ну, тогда у нас тоже не действует. Потом они... Раньше он был, как бы, ну, голова, репутый, как-то, я он президент, заплаток. Хорошо, да. Сколько президентов стало? Я, кстати, тоже президент. Я тогда вообще снял деньги на ее, в чертую гаду. Он рабочий академий, он субтит. Он рабочий, он дуратный президент. Ну вот, а что тогда произошло в 91-м году? Ну, надо это зачистить уже все. Потому что уже все разрушено, кстати, специально. Ну, это надо оформить для величинства, правильно? Ну, и оформили. Как оформить? Что народ это сделал. Народ! Вы голосовали? О, кто там, товарищ? Мы голосовали. За что вы там голосовали? За современные? Мы голосовали за что-нибудь? Это же преступление. А надо таких слов. Здесь народ. Вы задайте вместе. Вам не виноваты. А вы не виноваты. Вас обидите 4%. И до сих пор ходят люди. Ходят. И говорят. Мы должны отметить это событие, как народ выступил. Я, чтобы не пытался оставать школьников, приезжал к нам на конференцию. Ребен. Пытался ему столкнуть. Ну, как вам не сыграть? Ну, ладно. Мы собрались тогда. Потом вы были там просто дюйдистами. Не грамотные. Ну, вы вроде и грамотные. Вы что делаете? Вы что делаете? Вы держите травмы. Менцы на детях. Покороны Советского Союза. В вашем участии. Что вы делаете? Причем, по счету, считайте смерть, кто-то носит, считайте, что-то... Вы можете, что-то делать. Это какие вы выборы? Вы выборы неудачи. Лучше вы выборы. Если что, Россия сейчас поломена? Она тут обманули. Сколько? 74% от Советского Союза гораздо больше, чем те, кто вы уже участвовал сейчас. Выборы по России. Правильно? Как я задам? Большой. Самый большой. Что-то обманули. То есть, связанное и голосование. Пока мы начинаем голосовать, мы с вами на руке не могу. Сейчас буду что-то делать. Хорошо. Так. Разве точно. Понимали? Вы? Так. Вы понимаете, что это все? Да. А, смотрите. А то вы сейчас тогда еще не занимаетесь, я уже отмечусь. Все, если ты не принимаетесь, мы все-таки. Ну, я не знаю, что они говорят, что думают, но он сдастся интересы, что это сделать. Это неправильно. Вот так и я из-за 90-х. Я вам даже дал указы. А ситуация была такая. Мы ехали, мы не знали, которые не призывали, но я был членом весомного заключения. А он 20-го сидал. Ехали. Потому что когда-нибудь и, собственно, ты назвал автор, основной проекта, он пошел, и поехал в него и уедет. И его надо не дать. Если я не поднял, его поднял, его нет, его нет, его поедет, он поставил на него. А в этот момент, когда он писает, как он сейчас едаю, вообще не дает. И поехал в него и уедет. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, вас не стреляет, а вы, все, а вы тоже что-то, нет? Нет, есть и другая шутка говорит, так руки вверх, подожди, руки вверх, ничего, вы боитесь, вы ничего еще не стреляете, а вы все за хлеба кусится, призы не народа. Призы не народа. Голосовали люди за то, что принимали, за то, что это было Конституция. Конституция не бывает, Влада Нагребомановна и Конституция Раисовна. Это Конституция России. А это не Конституция, это проект. Ни за один проект, ни один человек переоросовался. Сколько учатся в этом действии? Дороги. Опять миллионы. Но только уже Россия, она отличилась. Руссия, когда она еще отличилась еще. Мало того, кто-то еще и будет 10. Давай. Что-то я буду делать. Выход, как сначала думать, следить за логикой. Это было страшное. Что, вот, не чаще. Горько надо писать, продевать. Вот в этом деньги Конституции не принимали. Ну, просто время это так, а это? Они сказали, что принимали. Потому что, чтобы принять Конституцию, надо хоть в такой-то проект поставить на вопросы. Никакой не мать. То есть вот, если вы надо будете действовать, вас поймать, если сверху надо будет, то никто не трогает. За сверху надо будет, за сверху обманывают. Но я больше обманываю, вот я два обманываю. То есть это я, которому вы действовали. Но я уже в это время наблюдал. Да, если он вполне оптознан, то опирался. Наверное, если вы думаете заниматься, то у вас вообще может быть удобнее. Так что у вас есть два обманываю. Я с вами не останется гражданством. Мы зависимое вот будет. Нам завтра, сантауарь. И в одевать у нас, которые он занимает, знаешь, это так меньше. Это олангарный бой. А олангарщи знаем это слово. В олангарное слово, как я его волюю, человечество. Ну хорошо. Даже в этих двое будут сидеть, два гадочных, два центра. Две центра на десять и Макс. Две центра надо вам домой денег иметь. Ну, конечно, нет. Так вам надо помогать. Это надо будет писать, между прочим, статьи от моего имени. Да, получать бюджет. Так делаем все время. Ну, чтобы там не поскать, все время переводить. В центре. Раз напишет статью в том же романде, куда сейчас Макс прислать. Пишет зато, что все Макс, потом Макс будет отдельно. А давайте мы еще умеем. Вот, то есть, если раньше говорили, что математику для того изучать нужно, что она ум в порядок приводит, то философию тем более надо изучать. Потому что она приводит не в формальный порядок ум, а в диалектический. В чем разница? Что изучает? Это развитие. Нет, это не развитие. Это наука о развитии. Развитие – это развитие, а наука о нем – это наука. Так вот, в чем разница этих двух логик? Формальная логика правильная? Правильная. Правильная, да. А диалектическая? Неправильная. Дорогой товарищ, она истинная. Вы правду истинную не отличаете? Пока нет. Вот у вас недостатки есть? Конечно. А? Конечно. Есть. Так они проявляются у вас, недостатки? Бывают. Что значит, бывают? Если у них такие есть недостатки, которые не проявляются, не надо на себя поклевку возводить. Поэтому я спрашиваю о тех недостатках, которые, естественно, проявляются. Они что, в общественных действиях проявляются или в антиобщественных? В антиобщественных. Вот этот товарищ совершал антиобщественные действия. Так, напишите свое признание. Чистосердечное сейчас. Напишите. Так, кто ему помогал? Я помогал. Вот так. Еще нужен один человек. Вот эти трое организованной группой. По сговору совершали антиобщественные действия. Так, кто следователь? Так, вы следователь? Нет. Нет? Вам повезло. Вы следователь? Да. Вот. Вы вели дело? Да, я вел. И что вы с ними сделали? Значит, вы их не посадили, да? Да. Значит, вас надо посадить. Люди совершали, признали антиобщественные действия организованной группой. А вы тут проявили? Слабость. Гнилой либерализм. Надо было больше дать. Да. Но имейте в виду. Там другая опасность. Вы их посадили? Это думаете, если вы их посадили, вы вышли из этого положения? Нет. Вы их посадили. Посмотрим опять недостатки. У вас есть недостатки? Да. А? Да. И у вас, наверное, есть. Совершаются по-прежнему такие же нарушения. Так вы не тех посадили. Так если он не тех посадил, что с ним надо сделать? Я думаю, его надо расстрелять. Он вообще невинных людей посадил. Что значит посадить? Они были тоже виноваты. И эти тоже виноваты. Ну, они мало виноваты. А вы государственное лицо. А лиц государственных надо строже, чем простых граждан судить. Нет. А их строгого режима, а вам? Вас корселу. Ну, по-моему, это справедливо. Или как? Вот даже в Спарте было. Он согласен. За пьян... Вы не согласны? Ах, кого сажается или расстреляет? Кто согласен? Это неудивительно. В Спарте, вот если это раб, то его за пьянку били при СМИ. А патрициях? Их выканили. Ну, это традиция старая. Как вы хотите. Вы же претендуете на что-то высшее. И требования поэтому высокие. Это как бы дань уважения к вам. Вы уже после этого не сможете ни одно преступление совершить. А они могут еще. Так. Ну, вот это о чем говорит? Это говорит о том, что то, что мы будем изучать, оно, конечно, очень актуально всего. И актуально даже не с точки зрения чисто каких-то общетеоретических вопросов, вопросов развития. Ну, то есть, чтобы нас не держали за дураков. Ну, вот так уж много народу и в таком количестве обманывали, и так регулярно, что как-то надо, так сказать, ну, какую-то свою достоинство сохранить. Правда? Потому что то, что вот вы сказали правильно, это правильность. То есть, у вас недостатки есть. Но это не истина, потому что у вас есть достоинства. Эти достоинства тоже проявляются. Исконечно можно рассказывать о ваших достоинствах. Особенно, когда вот его будут на процессе, что он такого человека. Такого человека он отправил в тюрьму. У него столько достоинств. А общая картина какая? Ну, вот если у вас недостатки перевешивают достоинства, то вы тогда какой человек? Плохой. А если достоинства перевешивают, то вы скажете, ну, кто без недостатков? Вот пусть кто-нибудь скажет, что у него недостатков нет. Я знаю... Случаи ни одного не знаю, только знаю одну, так сказать, присказку. Про то, как Христос идет и видит, что евреи бьют камень Марию Магдалину за грехи. Он как это увидел действие. Они же не просто бьют, они забьют же до смерти. Он говорит, кто без греха, тот бросит в нее камень. Летит в камень. Батши. Христос поворачивается. Ну, мамочка, сколько раз я тебя просил? Когда я работаю, не надо мне мешать. Так что вы всегда можете сказать, ну, так а что, Михалыч, у вас что, нет недостатка? Что молчите? Значит, вот эти юристы заведут вас черти куда. За страшные люди. А если мы берем в целом объект противоречивый, так надо и брать его как противоречие. Кто ведь может привести чего-нибудь в пример не противоречивого? Попробуйте. Что? На улице солнца. Это вообще не пример. Это даже не идея. Это идея, что у нас потолок белый? У вас все такие идеи? СМЕХ Сказать вам бесплатно, что такое идея? Идея – это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. А ваша мысль для бездельников, которые сидят и пузыри пускают. Говорят, потолок белый, на улице солнце, цены растут, жизненный уровень падает. Вот идите к бабушеку, посидите рядом с какой-нибудь бабушкой, они вам расскажут про всю нашу жизнь, все плохое. А раньше, говорят, было хорошо. Ну, не все. Хорошо. И так далее. То есть, это описание. А идеи-то тут нету. Мысль, которая не отвечает на вопрос, что делать. Я вас спросил уже привести пример отсутствия противоречия какой-нибудь вещи, предмета, человека. Пример есть какой-нибудь? Непротиворечивый. А изучает, формальная логика изучает, как будто это без противоречия. Если приходит к противоречию, она говорит, все, значит, неправильное предположение. Что вы на меня смотрите? Вам, наверное, меня жалко, да? Сказать, почему вам меня жалко? Потому что я умираю сейчас. Мне тоже вас жалко. Вы тоже сейчас умираете, между прочим. Только мне вас больше жалко. Вы такой молодой умираете, а я уже пожилой умираю. Видите разницу? Что говорят, когда говорят? Я человек пожилой. То есть, я уже пожил, а вы еще не пожили, а уже умираете. Мало того, вы уже умирать начали с младенчика. А как от этого спастись, а не родиться? Это верный способ. Если вы не рождаетесь, то вы точно не умрете. Шутов писал, там у него трилогия была о Собчаке. Он написал, что из этой жизни еще никто не вышел живым. Особенно жалко миллиардеров. Все собирали, собирали, и все равно взяли и умерли. Ну, что за жизнь такая? Ну, у нас ничего нет, и вроде и нет, но умерли. Что такая жизнь-то? И не жалко с ней расставаться? А тут, во, все было, и все равно умер. Причем раньше. Ему же не остановиться никак. Он вот такой уже. Скидай в два раза меньше. Если еще, то все равно только еще в два раза. И так постепенно будешь нормальным. Слушай, как Прохоров. Куда-то пропал. То был кандидат в президенты. Наобещал ее мобиль. Наобещал светодиодное производство. Все деньги потратил на этот билборд, где написаны какие-то глубокомысленные изречения. Абсолютно бессмысленные, глупые. В которых люди стояли и думали, что это такое вообще? И по всей стране расставил. У вас денег на стоков билбордов не хватит. И не ходите на выборы. Бесполезно это дело. А вот у Прохоров хватило. А что такое сбор подписей? Так, начинаем сбор подписей. Зарегистрация у меня президентом. Сколько в день вам надо дать? Пять тысяч пойдет? В день? Можно чуть побольше. Десять. Обойдетесь. Пять тысяч. Вот есть люди вот здесь. Пять тысяч в день пойдет? Нет. Не пойдет? И вам не надо тоже выходить отсюда. Мы найдем тут команду. И вот те, кто согласились, им будем всем платить. А вам не буду показывать. То есть, конечно, нельзя объять необъятное. И мы, так сказать, все противоречия не изучим. И как тогда нам из этого противоречия выйти, что надо бы понять бы все, а жизнь-то она конечна? Вы человек бесконечный или конечный? Конечный. 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 А вы кто? Человек. А человек это животное или растение? Животное. А сущность у вас животное? Животное. Сущность у вас животное. Подолги. Ужас. Какой ужас. Какой ужас. Еще есть такие, у кого сущность животное? Диалектические. Какой диалектический? Все, сидите, молчите. Если у вас сущность животное, все. А что говорили классики по этому поводу? Что сущность человека в общественных отношениях. Правильно? Почему? Потому что человек, биологически он даже разговаривать-то не будет. Если бы вы родились в семье волков и прожили там пять лет, то уже никогда из вас человека бы не получилось. Человек с самого начала, общественный человек. Но сейчас есть такая, какая-то такая практика социализации. Меня, например, она доводит до белого коленя. Вот сейчас идет социализация детей. А они что, были не в обществе? Дети. С какого момента социализация? А что, когда вот в роддом привезли маму? Она что, у диких зверей что ли? Вот тут. Вот так. К диким зверям что ли ее привезли? Ну, рождается ребенок где? В общественном учреждении. Правильно? Меня родили в избе. Ну, вот я социализировался. Или вот скоро закончу социализироваться. Не знаю. А вас не в избе родили здесь? То есть вам не надо было социализироваться? Надо было. Как это надо? Вы что, не в обществе родились? Вот тоже непонятно. Если социализироваться нужно тем, кто родился не в обществе. Они как бы до общества... Чего? Вы ползли до общества так? Чего делали-то? А соски не было у вас? Соски не было? Ну, так не было. Вот нам, у нас в деревне соски не было. Марлю давали черный хлеб и смородину. Марля-то это общественное производство. Я тоже социализированный. Марля. Потом я сидел в этой... Там такая люлька к потолку. Плетеная. Плетеная. Вы видели какую-нибудь кошку, которая сплела люльку? И русская печка там была, которая из кирпича делается. И блины обманана. И свеча там была. Лампада, между прочим. Там и религия ваша была. Все там было. Какая социализация? Вы чего? Чего вы прибедняетесь? Не надо вам социализироваться. Вам надо развиваться. Вместо того, чтобы развиваться, они... Их только еще... Становится общественно. Хозяй человек по природе своей. Сущность его какая? Общественная. Определение человека кто-нибудь может сформулировать? Вот вы человек? Откуда вы знаете, что вы человек? У вас определение человека есть? Или вы просто такой вот бух и все, что вы человек? Кто это сейчас на слово верит? Сейчас время такое. Никто не верит на слово. Ну скажите, давайте проверим, кто вы. Человек это кто? В черном, если мальчик там. Это человек. У вас красного глаз столько нет? Я человек, а у вас нет. Это не критерии. Вы понятие человека дайте. Критерии. С критерием тут не обойдешься. Вы тут находитесь в Санкт-Петербургском государственном университете. Понятие человека. Существа, которые в обществе находятся. В обществе и кошки находятся. Некоторые крокодилов приносят в обществе. Вы не крокодил? СМЕХ СМЕХ Там поосторожнее с ним. Вот девушек этих жалко. Он же вот еще просто не знает какую честь. А так он уже наметился. Только вот он, вот думаете ту или ту? Ну так что, не знаете кто такой человек? Так может вы и не человек. Человек. Может, да? Ну да. Человек. А кто-нибудь знает вот из этой всей аудитории? А, ну это первый курс. С чего я пристаю? Ну в первом курсе ради людей. Идет процесс социализации. СМЕХ Начинаем выяснять, кто такой человек. Значит, человек. Существо владащего самосознания. Не существо, а животное. Животное. Ну не просто. Если просто животное, это бытие ваше. Бытие. А сущность ваша, что вы животное. А. Общественное. В. Трудящееся. В. Говорящее. И. Разумное. Согласны? Ну. Так что, плохо я так вот про вас сказал. Знаете, сидит человек. Животное. Тихо. Не надо. Не надо с разума начинать. Чтобы быть разумным, надо быть общественным прежде всего. Вот муравьи общественные. Пчелы общественные. Животные. Но они уже. Дальше идет трудящиеся. Они не трудящиеся. Потому, что труд целесообразная деятельность. А у них там инстинктивная деятельность. Не ставят себе целью пчелы ничего. А у них инстинкт такое делают вот так. Целесообразная деятельность. Труд. Трудящиеся. Ну, раз вы трудитесь, вам в труде надо обменяться же. Общаться с другими. Значит, говорящие. Из труда труд создал человек. Но если человек трудится и говорит разумно, вы же говорить и думать – это неразделимо. Разумно. Человек, если он знает, что такое человек, звучит гордо. А если человек не знает, что такое человек, как-то это не гордо. Все это за человека, который даже не знает, что это такое человек. А тут мы еще требуем их социализации. Если я начну приставать к вам, что такое общество, вы вообще скажете – я этого человека не знаю, а вы еще хотите. Кто-нибудь знает такое общество? Вот я сколько ни проверял, всегда удивляюсь. Думаю, а что сидят люди, живут в обществе. Я, конечно, могу объяснить, почему. Гегель объясняет. Берем самые известные слова. А если они известны, значит, они известны давно. Правда? С какого времени? С детства. А в детстве как дети воспринимают? Повторяют. Вот так и повторяют. Всю жизнь потом. Кто будет заниматься тем, что и так известно? Согласитесь, это странно, да? Что вы будете? Никто задумываться этим не будет. Вы же задумывались, что такое общество? Нет. Вот, может, сейчас впервые задумаетесь. Я сейчас вас спрошу, а вы попробуйте ответить. Прежде всего, общество – это совокупность людей? Совокупность. Меня всегда в дрожь бросают. Совокупность – это как вот такой беспорядочный набор. Совокупность – это куча. Ну, правильно? Ну, совокупность. Нет никаких связей, ничего. Это куча людей и все. Объединенных. Объединенных чем? Социальные связи. Чем? Социальные связи. Какими? Социальные. Социальные. Логический круг. Общество – это общество, соединенное общественными связями. Объяснили, что такое общество. Рыба – это что-то из рыбы сделанное. Нет, это не научное определение. Логический круг. Общество – это связанное с природой, но обособленная от нее часть материального мира. Чего, чего, чего? Это связанное с природой, но обособленная от нее часть материального мира. Ага. Связанное с природой, но обособленная от нее часть материального мира. Это признак. Признак. А что, мы в природе не принадлежим, что ли? Принадлежим. Вы только связанные у вас, а вообще от нее обособлены. А вы от нее тоже обособлены? Вот я к вам с вами в компанию не вхожу. Я от природы не обособленный. Я сейчас пообеду обедать. Второй раз. Потому что первый раз я уже пообедал, а второй только за вас. Вот ваш обед съедет. А вы от мира обособленный, не ходите в столовую. Это скажу, что не пускай силу. А я вас прошу проследить. А он будет не обособленный от этого, от столовую. И все, и скоро его деятельность тут. В следующий раз нужно делать. Это раз. Потом от получения стипендии вы обособите. Не связано еще, главное. А на экзамен я его просто не пущу. И все. Пусть потом он меня жалуется. Говорит, да он обособлен. Он сам обособился от мира. Знаете, как говорит, отшельник ушел из мира. Идите, идите там в лес. Будете там старцем скоро. Бороду отпускайте. И что, никто не знает, что такое общество. Куда я попал? Совокупность. Так, общественные отношения есть. Людей всех выпотрошил. Он взял общество. Тут видят какие-то люди. Он этих людей так ты-ты-ты-ты. Они все посыпались. Вот он взял это. Совокупность общественных отношений без людей. О, сильное у вас общество. Сами придумали? Нет? Где-то прочитали. А что вы плохие книжки читаете? Что, хороших нет? Маркс такое писал? Да Маркс перевернулся в гробу. Энгельс не перевернулся, потому что его не хоронили. Его в море пепел высыпали. А так бы он тоже перевернулся. Ну что, и кто это? Так и не узнаем мы, что такое. А если все человечество в прошлом, настоящем и будущем? Берите. Это будут люди. Люди это будут. Люди. Ваше человечество состоит из людей. И вы в том числе. И я. Мне приятно быть вместе с вами. Ну, это не общество. А если слово «салагруность» поменять? Целокупность. Как? Целокупность. И что? Ну, можно так сказать. И что дальше? Вот, там есть. Вот, давайте. Обоснованно, от кого это интересно связано? Это уже было. Все, это плагиат пошел. Можно я скажу? Да. А если это не человечество? Я начинаю. Вот чувствуете? Вот если я до этого думал, что ну чего я знаю? Ничего почти не знаю. Ну, после общения столь уважаемый. Я возгордился. Ну, думаю, представляете, я в этой один. Вот сидят историки. Первый курс уже прошел. То есть первая сессия была. Уже это не такие, которые неизвестно что. Может, не удержатся. Все, закрепились уже. Теперь от них никак не отойдешь. И они не знают, что такое. А я знаю. Какой я. Знакно. И причем могу вам взять, может, за деньги. Это сейчас такое время. Нет, мне нельзя за деньги. Я же без зарплаты получаю. Извините. Я не могу. За деньги не могу. Придется бесплатно рассказывать. Общество. Это люди вместе с их общественными отношениями. Это вы хотели сказать, а сказал я. А почему вы не говорите то, что надо, а говорите то, что не надо? Это вы так замыслили, что ли? Вы провокатор, что ли, здесь? Они так делают все время. А я вот человек простой. То, что хотел, то и сказал. Нет, потому что вы когда сказали, что если выпотрошить людей из отношений... Так он выпотрошил их. Он же выпотрошил их. Это я вам наводку давал, а вы не воспользовались. По логике надо даже их потрошить. Будет только надо. Да. А вы... Вот я вам дал напоминание. А вы просидели. Сейчас только додумались до этого. Нет. А это вы задним умом. Русский радикал задним умом крепок. Такая одна из статей Ленина. Эту тему. Так. Понятно, да? Тогда все в порядке. Есть люди с отношениями. Отношения без людей – это какая-то чушь. Люди россыпью без отношений – это тоже. Это толпа. А вот люди вместе с общественными отношениями – это вот общество. Вот и все. Ну, я думаю, что это только отдельные примеры, связанные с чем? Что у нас с вами – это первая лекция, как бы ознакомительная. Мы должны познакомиться друг с другом. Во-первых. Во-вторых, ну как бы я должен, ну как вот показать, что все-таки от философии какой-то толп-то есть. Может, она не все вопросы разрешает, но уж так вот себя чувствовать не дураком позволяет. В связи с этим я хочу вам еще одну загадочку дать, которая, так сказать, не секретная. Она у Гегеля есть. Есть три категории. Ум, хитрость и глупость. Где, как располагается? Вот Гегеля расположил так. И сначала идет внизу. Что? Глупость. Выше что идет? Ум или хитрость? Хитрость. А потом ум. Вот смотрите, что получается. Значит, хитрость посредине. А распосредине можно ее рассматривать двояко. Хитрость или высшая, низшая степень ума, или высшая степень глупости. Например, Михаил Сергеевич Горбачев. Идеальный пример. Идеальный. Ну, умным можно человека назвать. Человек поехал в Форос. Взял там какого-то своего писателя партийного. Я имею в виду помощников там и советников. Потому что люди... Вот Болдин, например, есть такой... Руководитель аппарата Горбачева. Книжку издал про времена, которые он проводил вместе с Горбачевым. Говорит, я не видел ни одной статьи, написанной рукой Горбачева. Ни одной. Ну, и в соответствии с этим Горбачев, по итогу своего пребывания в Форосе, где он плавал, выпустил книгу. Как называется книга? «Новое мышление для нашей страны и для сего мира». Итого мышления три оказалось. Аристотельская формальная логика, кегелевская устаревшая диалектическая логика и новое мышление для всей страны, для сего мира. Новый Гегель. Горбачев. И чего с этим Гегелем? Разрушил Советский Союз. Так, был самым, вроде бы, уважаемым лиц человеком, руководителем, президентом и генеральным секретарем Коммунистической партии СССР. А в 80 лет праздновал где? В Америке, что ли? В Англии. Ну, что вы, зачем вот поклёпы такие вызвали? Ну, плохой человек, но он всё-таки не в Америке, а в Англии. В той стране, где обычно все отмывают всякие деньги. Создал фонд Горбачёва. Горбачёв 400 тысяч долларов туда внёс. У вас есть 400 тысяч долларов? Нет, мне нет. Нету? Я хотел с вами тоже создать какой-нибудь фонд. Ну, нету. А он ещё тут внёс туда, внесли туда учредителей средства. Сенатор Крэнсон, сенатор Киссинген, сенатор Накасонный. Центр настранного влияния в России. Ну, вот он всех обманывал. Насчёт СНГ, это он обманул. С Якулевым вместе они обманывали. Вот этот первый большой обман. Хитрый человек. Ну, и сам, кто он? Кто его уважает сейчас? Немцы. Были немцы. Я в ОПК работал. Говорит, вот, Михаил Васильевич, вы можете с ними встретиться? Говорит, пожалуйста. Вот сидят немцы, вот примерно так, как здесь только там у нас такая аудитория. С подъёмом. Я им рассказываю. Они удивляются. Ну, я чего могу? Хорошего я ничего про Горбачёва не мог сказать. Я им рассказываю, что было. Я говорю, ну, как? Вопрос. Он говорит, как же так? Ну, с переводчиком. Он же лучший немец. Так я и говорю, он лучший немец и худший русский. Ага. Они там, значит, не хлопают, а с крышками стучают. Лучший немец. У нас был президент лучший немец. Ельцин был лучший американец. Потому что умудриться у нас все секретные объекты на самых секретных заводах посадить американских военных специалистов мог только Ельцин. Об этом товарищ Путин сказал вся Мэнни, когда он был недавно в Китае. Вот картинка. Поэтому хитрость, конечно, не ум. Умный человек такой бы не сделал. Как угодно можно относиться к великим государственным деятелям. Но это мелкий человек. Разрушил великую страну. И себя. Его ведь уважали. Уважение потерял всякое. Так. Вот мы различаем. Хитрость, глупость и ум. Но когда мы говорим ум, мы имеем еще одно понятие. Разум. Вот разумное мышление – это диалектическое. Умный человек. Если человек математику знает, умный. Но разум не сводится к формальному мышлению. Почему? Потому что все противоречиво. Значит, надо видеть не только одну сторону, но и вторую. Обязательно. В чем? Во всем. Вы можете привести пример чего-либо, не содержащего в себе противоречия. Попробуйте. Невозможно объять необъятное. Зачем его обнимать, это необъятное? Какие-то вы увернулись от вопроса. Это хитрость. Но это же не противоречие. Я вас спрашиваю, можете ли вы привести пример чего-либо, не содержащего противоречия? Значит, я думаю, вы скажете «не могу» или «могу». И сказали. А вы так, 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 краем, краем, краем. И ты хитрость. Вы уже говорили, что таких примеров не существует. Так я говорил, может, думают, на кто-нибудь приведет. Может, я заблуждаюсь и меня поправят. Ну вот как-то так вот тут сомнения выражены. Левый край. То есть вы с моей точки зрения левый край, а с той точки зрения правый край. А раз нет таких, значит, диалектика, наука о чем? О чем, что противоречиво. Если вы не... Можно не принимать во внимание противоречия? Например, вот вы сейчас занимаетесь здесь, у нас, 4 года в аквариате. Вам не надо принимать во внимание, что этих столов больше не будет. Здесь их и не было. И скоро не будет. И про этих вот штор не было. Мало ли чего тут не было. Ну, куча не было. Вот там у вас аудитория есть, которую обновили. Это была Ленинская комната. 70-я. Но уже не Ленинская. Ну и никакая она там. Имени Мавродина. А сын Мавродина сам сидел на одной партии. Мы в 366-й школе учились. Ну, все меняется в этом смысле. То есть, можно пренебречь тем, что это вот стулья, столы и все, что они скоро... Ну, вы же историки, знаете, что потом бывает. Все обрушится, развалится. Она говорит, почему это, говорит, вот такое случилось. Так если вы не ремонтировали, не заменяли, не обновляли, рушится одно за другим. У нас очень много всяких катастроф. А почему? Ну, так не заменяется ничего, не ремонтируется. И сыпется. Ну, и другими вещами можно пренебречь. Вот это, видели, недавно был ремонт? Это вам повезло. А я один ремонт, как и вы, видел за все время существования этого здания. Вот вы и я, мы видели один и тот же ремонт. А больше никто его не ремонтировал. Никогда. Там вот ремонт был тоже, мы видели. А до этого я тоже один. Вот я с 63-го года в университете, не было никогда ремонта другого. Вот единственный ремонт. Большое дело. Ну, то есть так вот, для обычной жизни, это не обязательно принимать во внимание. Но если, говорит Энгельс, вы выходите на широкий простор исследования, то вам, конечно, надо руководствоваться не только здравым смыслом. А что такое здравый смысл? Как вы думаете? Что такое здравый? То есть, если я не болею, то у меня здравый смысл. Это когда ты видишь обе стороны диалектические? Нет, ничего я не вижу, никаких хобби. Это я сижу дома, ничего особенно не вижу. А вот что мне в голову взбредет, то и есть здравый смысл. Ну, то есть не надо ничего проверять, ничего доказывать не надо. Ну, вы же человек здравый, здравый. Ну, уже после вот этого занятия будет перерыв. Правильно? Правильно. Что там доказывать? Зачем диалектика? Всякая диалектика, ясно, сейчас будет перерыв. Вот смотрите, каждый человек через 11 минут точно будет увидеть. Здравый, если. И не надо припутывать сюда диалектику. Она тут не нужна. То есть диалектика нужна, говорил Энгельс, когда выходишь на широкий простор исследования. А когда вы сидите в четырех стенах своей комнаты, то достаточно здравого смысла, который представляет собой. Мешанину из разных всяких обрывков курсов по философии, прослушанных в УЗИ, и плохих книжек по философии. Вот это вот здравый смысл. Ну, то есть, если человек не вошел до самого высокого, у него какие-то низкие такие словари там. Словари чем отличаются от научных произведений? Что? Системы есть в словаре по алфавиту. Сейчас буду по алфавиту про вас рассказывать. Начинаю. А. Ничего, не нахожу. А. Б. Не нахожу. В. Волосатый. Волосы на голове, на бороде. Так записываем. Волосы. Начинаем эту часть. В. Г. Голова. Д. Е. Ж. А пропускаем. З тоже пропускаем. К. К. Ключица. О, выскочил. Давай, сейчас мы про нее узнаем. Ключица. Л. Л. М. М. Но. Но морда нехорошо. Ну. Раз мы, так мы. Пишем. А. Л. Б. Л. Лицо. Ну, лицо на фейшер-физиономе будет. Итак, идем, 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 идем. И что будет? Все разложили на части человека. Это что такое? Расчлененка. То есть, так Энгельс и писал, части лишь у трупа. То есть, каждого человека можно изобразить так, как будто вот он труп. Я вот почти в каждой аудитории предлагаю указать, где начинается рука. Как-то здесь затрудняются люди. Только не вот трупа, а вот ваша рука, вот ваша рука. Вы живой человек? Живой. Где у вас рука начинается? Покажите, пожалуйста. Что, не знаете? Ну, как здравый смысл вам ничего не говорит? Слак пальцев. А? Слак пальцев. Начинается. Это тут, по-моему, вы не слышали кончики пальцев? Это не начало пальцев, а кончики. Ну, это давайте вот думать, что здесь все-таки конец руки, а начало где-то от тела идет. Ну, где начало руки? В голове. В голове. Если живая рука, да? Если она действует. Если она не действует, то и не нужна ваша голова. Зачем голова, когда рука плетью висит? Правильно? Поэтому, скажем, хотят сделать протезы там, тем, у кого нет руки. Ну, она не совсем ее нет. Но для того, чтобы она двигалась, сигналы как-то с нервами связывают. Правильно? Если живая рука, то кровь-то течет, наверное, и венозная, и артериальная. Значит, она уж, по крайней мере, и сердце начинается. И сердце, и с головы. Живая рука. Ну, а вот теперь, девушки, знаете, почему юноша просит руки? Потому что ты раз руки попросил, и забираешь целиком себе невесту. Правильно? А вот некоторые рассуждают, что рука – это вот. Ну, вот тогда раз, и вот вам. Попросили руки. Жалко, конечно. Но некоторые так и отвечают. То есть никакой системы вот в этих нету. Нужна научная система, появляется, ну, в большой науке. Сколько таких произведений, которые систематизируют. Это вообще крайняя редкость. Во всех науках систематически, обобщающей научной системы – это редкость. Ну, в химии вот. Таблица элементов Менделея. В физике. Физика Ньютона. Физика Эйнштейна. Политэкономия. Капитал Маркса. Больше нету. Есть вот, например, хорошая работа Ленина, империализм, как высшая стадия капитализма. Это популярный очерк для того, чтобы показать, как эти же явления проявляются в условиях империализма. Высшая и последняя стадия капитализма. И все. Ну, а, скажем, есть науки, которые пока не могут оформить систему. Научную систему, которая есть что? Что такое научная система? Не знаете? Всякая научная система имеет начало и результат. Кто-нибудь знает, что такое начало? Вот. О, мне приятно. Вы правильно сели. Всегда садитесь сюда. Мне приятно будет на вас смотреть. Начало – это неразвитый результат. Учитесь. Скоро ваша одежда будет модной, и все будут продавать. А результат что такое? Развёрнутое начало. Развёрнутое начало. Потому что это соотносительные понятия. Потому что вверх – это не низ, а низ – это не вверх. А система? А система – это движение от начала? Да. Получается ли такая вещь, что тут одно непонятное объясняется через другое непонятное? Нет, не получается. Потому что начало простое, а результат сложный. Вам непонятно, что такое? Это вам непонятно? Сейчас объясню. Сложное – это сложенное из простых. Понятно? Поэтому начать надо с самого простого. Непонятно, что самое простое? Сами не додумались? Бытие. Правильно. Нет, чистое бытие. Вот есть и всё. Вот чисто бытие начинаем. И пошли. А всё остальное включает в себя вот так же. Включается всё содержание. И вы доходите до результата. И там всё, то, что вот слово, вот это движение, всё туда включается. А туда – это научная система. А если я разложил по полочкам, по буквам, как в словарях? Никакой научной системы нет. Вы много знаете учёных, которые написали бы словарь. Я ни одного, кроме товарища Даля. Потому что у него на ухо и словарь совпадает. Потому что словарь Даля, он по русскому языку специалист. Ну, прекрасная эта вещь. А больше вы… Ну, какое что? Ньютон написал учебник по физике, да? А Эйнштейн написал? Маркс написал учебник по политэкономии? Нет. А что-то он такой не написал. А Ленин написал по политике учебник? Тоже не написал. Вообще-то какие-то разгильдяи эти великие люди. Не так они написали учебники. А учебники дают, кто их пишет, кто деньги получает. Эти же без денег писали, которые великие. А эти денежки получили, размножили учебник. Потом выкинули до очереди 10 лет. Ну, вот вы сейчас пойдете в библиотеку. А там написано сейчас какой? Восемнадцатый год? В 2008 году будете брать учебник? Нет. Их и сама библиотека выбросит скоро. Кто останется там? Маркс, Аликс, Ленин. Это я знаю. Сколько раз выбрасывали. Вот там у нас. Все это общественных, новую библиотеку, все распотрошили. Даже и пол там сняли. Все там, пусто было. Сейчас снова все возобновили. Ну, и все это было, вот эти все учебники все долой. Потому что только вот ловят, что сейчас восемнадцатого года, берите. А что восемнадцатого года там нового? А ничего. А год. А что в отношении изучения науки и логики Бегеля? Большие изменения. Уже, если раньше единицы изучали, то сейчас уже сотни изучают. Может быть, даже и тысячи. А смотрят, например, вот я смотрю, введение в науку и логики, вот такой разведопрос был у Пучкова мой. Ну, там больше трехсот тысяч посещений, люди смотрят, и все нарастает. Значит, ну, это не миллион же. А политика начинается с миллионов. Это не политика. То есть мало еще людей изучают. Ну, изучают уже. А кто из политиков изучил науку и логики в мире? Ленин. Ленин. Еще на этом? Все. Больше никто. Давайте на мавзолее напишем. Здесь лежит единственный человек, который, будучи политиком, изучил науку и логики Гегеля. А то вот в сообщах вот ей не нравится что-то. Если бы у меня было 400 миллионов, может быть, я тоже бы не понравился, что в Ленине лежит. Потому что Ленин бы у меня точно отнял эти. Оставил бы 40 тысяч. А вам бы все раздал. Это ясно злодей. Значит, наука – система знаний. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Каждая следующая категория включает в себя все предыдущие. Вот так мы должны представлять себе и философскую систему. И этим мы будем руководствоваться в нашем курсе. На этом, так сказать, вводную лекцию я сейчас завершаю. А уже через перерыв мы начинаем по порядку, по темам идти вперед. Без шуток. Не, ну шутки можем допускать. Продолжение следует...